Привет, сноубордисты! Мы решили записать видео не по теме сноубординга, а по теме вообще отличной откаталки. С таким вопросом, наверное, к вам. А что вы вообще делаете, когда не катаетесь? То есть вот сейчас уже апрель месяц, уже скоро везде снег растает. Ну, там, не знаю, может быть, до середины мая там еще вы докатаетесь где-то. А что потом вы делаете? Что вы делаете весной, летом, осенью до того, как выпадет снег? Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы занимаетесь. С той точки зрения спрашиваю, потому что мы тоже ищем какие-то направления, которые мы могли бы вам предложить в нашем магазине «Сквот». Ну, не только в Москве имеется в виду, естественно, во всех наших городах присутствие. Какие у нас есть идеи на этот счет? Сейчас вам попытаюсь немножко рассказать. Ну, во-первых, чем можно заняться в межсезонье? Вот там балансборд, да? Балансборд – это тренажер для баланса. То есть, в общем-то, вы их можете где угодно использовать дома, на улице. Балансборд – такая прекрасная вещь, да? Там может использоваться где угодно. То есть, допустим, снег уже не такой, чтобы по нему кататься, а на улице еще не так тепло, чтобы ходить, не знаю, в походы или кататься на велосипеде. Вот, пожалуйста, балансборд. Это как пример, да? А вообще у нас есть идея. Она пока что еще не реализована на 100%, но приоткроем вам тайну. Мы скоро запускаем новый канал. Точнее, это не канал новый, а новый интернет-магазин, который будет называться… Угадайте, как с трех раз. Называться он будет первые два слова – VR, а третье – Outdoor. То есть, вот такое решили сделать название – Outdoor-магазин. Вот интернет будет магазин на данной стадии. Возможно, мы дальше, потом в будущем что-то это выльется в другие магазины. Ну, в общем, так получилось, что мы ездим на всякие разные выставки, знакомимся со всякими разными людьми и познакомились с некими брендами, которые еще не представлены у нас в России, Outdoor-брендами. В данный момент мы уже привезли какое-то количество вещей. Это такой, как, скажем, кемпинг, да? Это палатки, надувные всякие матрасы, спальные мешки, рюкзаки интересные, всякие кемпинговые вещи, какие-то аксессуарчики. Вот, например, палки те же – это вот этот аудиопосох, который мы снимали. Посох такой, что к нему, например, здесь вот можно прикрутить экшн-камеру и ходить с экшн-камерой. То есть, в принципе, такие палки, да, они, ну, везде пригодятся, как и на скитурии и сплитбординге, так и для каких-то походов. Вот, это, наверное, единственные вещи, которые представлены из наших брендов вот в этом магазине VR Freeride, но потому что они подходят для катальщиков и нужны для сплитбордистов. На сайте Squat уже, скорее всего, есть какие-то городские версии рюкзаков, потому что ребята шьют и делают и городские рюкзаки. Они вполне качественные, по сочетанию цена-качество, в общем-то, весьма хороши. Если сравнивать, например, с нашим любимым старым добрым Дакайном, то, возможно, даже они чуть-чуть дешевле, чем Дакайн, если брать вот аналогичные модели. Кстати, у нас еще есть идея, например, предложить вам уже в рамках магазинов наших Squat сабборды, да, то есть у нас есть, если вы зайдете на наш сайт Squat или dacain.ru, вы же знаете, что dacain.ru – это тоже сайт Squat. В общем, у нас есть гидрокостюмы, лайк, рейборд, шорты, то есть есть какая-то аутдор-одежда у Picture Organic, которая ее именно как для аутдора, такого любительского, позиционирует. Сейчас хочу представить вам два бренда, которые мы представим вот на этом новом сайте VR Outdoor. это американские бренды Kelty и Sierra Design. Причем очень интересная история, бренды на самом деле достаточно старые, то есть, например, Kelty основан в 1952 году, а Sierra Design основан в 1965 году. То есть, в общем-то, для рынка аутдора они, с одной стороны, и не очень, так скажем, старые, да, но все-таки уже из прошлого столетия. То есть, в общем-то, опыт у них есть прекрасный. Принадлежать эти бренды одной корпорации, ну, корпорация – это в смысле, кто вот сейчас объединяет там несколько брендов. Корпорация достаточно молодая, но она очень интересная. Во-первых, основатель этой корпорации – это Армянин, который давным-давно, в середине, по-моему, прошлого века, да, то есть, это 1900, там, какие-то 50-е годы, в молодом возрасте, там, нескольких лет, его родители эмигрировали, ну, естественно, его тоже перевезли, эмигрировали из Армении. И вот он в какой-то момент увлекся пошивом чего-то и открыл мастерские по производству, в том числе и какого-то аутдор-оборудования. В общем, эта корпорация моложе, чем составляющие его бренды, но, так скажем, вот для ради интереса, скажу, есть у них один интересный бренд, он делает рюкзаки, ну, такие городские рюкзаки для путешествий, для фотографий, для фотографов, и у них есть несколько разных коллекций. В общем, один из брендов, принадлежащий этой корпорации, имеет несколько разных городских моделей, несколько разных коллекций, такой, как, скажем, фэшн-бренд, который делает коллаборации с разными интересными людьми. И, в общем, есть промодель Сержа Танкьяна. Знаете, кто такой Серж Танкьяна? Это группа System of Addawn, если кто-то еще слушает такое, группа, в общем-то, к сожалению, уже не существует, но, я думаю, она все еще популярна. Или вот есть еще, например, у них там линейка рюкзаков, выпущенная в коллаборации с художником мира комиксов DC Джимом Ли. То есть это тоже такой городской рюкзачок с каким-то, там, не знаю, например, с рисунком Бэтмена. А внутри есть отделение для комиксов, да, то есть это для фанатов комиксов такой рюкзак, который свои дорогостоящие комиксы будут складывать в эти чехольчики маленькие. Ну, в общем, очень интересные бренды. Ну, это все будущее, это все входит в эту корпорацию. Что есть в данный момент? В данный момент есть два бренда, напомню, Келти и Сьерра Дизайн. Начнем мы представлять вам с бренда Сьерра Дизайн. И этот рюкзак, это, так скажем, на данный момент является, как бы маркой, да, тем знаком качества, который этот бренд предоставляет. Это суперизвестный на данный момент рюкзак. Называется он Flex Capacitor. И чем вообще интересен бренд Сьерра Дизайн, ну, и не только Сьерра Дизайн, но и Келти, да, тем, что они вот эти все свои года, там, с 50-х, 60-х, они варились чисто на американском и канадском рынке, то есть не выходили в Европу. В Европу они как раз вот пошли буквально, там, года 3-4 назад, и поэтому, собственно, мы и вышли на европейский рынок, и мы познакомились с какими-то новыми продукциями. Хотя, напоминаю, бренд-то, в общем-то, далеко не новый, и у них куча патентов, да, которые были сделаны в Америке, но, к сожалению, в Европе, например, эти патенты не были зафиксированы, и, ну, другие европейские бренды просто слезали с них, скопировали их продукцию и представили за свою. Вот, так вот, дальше про вот этот вот рюкзак Flex Capacitor. Это на данный момент один из самых удобных рюкзаков для такого легкого туризма, да, то есть рюкзак очень легкий. Они есть в разных размерах, в разных литражах. Вот этот 40-60, 40-60, как вы понимаете, это 40 литров. Это он в собранном виде, и он может расползаться, разрастаться до 60 литров. Я не буду рассказывать про какую-то удобство, да, вот этой самой спинки, подвесной системы, потому что это отдельная история, это мы, может быть, как-то отдельно все это снимем. Естественно, тут все супер анатомично. Тут есть, опять же, их собственная разработанная рамка, то есть это даже не рамка, а такая, как это сказать, Y-образная дуга, которая будет упираться сзади вниз поясного ремня, а сверху нагружать как раз то, что у вас будет висеть на плечах и будет грамотно распределять на поясной ремень. То есть это тоже их запатентованная разработка. А рюкзак, чем интересен, помимо того, что он суперлегкий, и интересен он тем, что он изменяет свой объем по мере того, как вы продвигаетесь в походе, да, там вы набрали с собой всего-всего, в том числе еды какой-то, потом у вас кончается, например, какие-то вещи заканчиваются, еда заканчивается, что-то заканчивается, рюкзак, объем в рюкзаке полезный уменьшается, а в обычных рюкзаках вы просто затягиваете каким-то одним стрепом, например, да, и получается, что весь груз уходит куда-то вот вниз, и здесь вот таким пузырем скапливается, а сверху пусто. И тяжесть, центр тяжести опускается вниз, будет вам больше давить на поясницу, вам придется наклоняться вперед, нагружать ноги, ну, в общем, это вся такая вот история, которая будет вам мешать в походах. А этот рюкзак с помощью вот этих вот утяжек, он изменяет как раз свой объем по, так скажем, всей длине, то есть 20 литров, а это достаточно большой объем, и рюкзак будет правильно распределять внутри все ваши вещи, и с таким рюкзаком, конечно, будет легче ходить. Sierra Design – это, так скажем, больше технически сложные вещи, они, естественно, более дорогие, но более легкие, используются легкие материалы, используются более современные какие-то разработки технические, чтобы, в общем, как можно лучше облегчить ваши походы. В общем, Sierra Design – это такой уровень повыше, это легкоходство, хотя у них есть и палатки обычные для кемпинга, для семейного отдыха, но их основной уровень – это легкоходство, такой, скажем, топ аутдор туризма. А бренд Kelti, он такой, как бы позиционируется больше семейный отдых как раз, и вот в качестве образца того, что хочу вам показать, это вот как раз рюкзак-переноска для ребенка. То есть это полноценный рюкзак, то есть полноценная подвесная система, регулируемая полностью, дышащая сетка, да, то есть все правильно, грамотно распределяется, все, что нужно, все, как мы любим в обычном туристическом рюкзаке, но основная его задача – это переносить здесь ребенка. Здесь внутри установлено фиксирующее кресло, мягкие такие флисовые материалы вокруг, где он будет касаться лицом, руками, да, все это причем отстегивается, можно стирать, мыть. Что тут еще есть? Вот такая вот вещь есть интересная. Если светит солнце, ну, раз тут и закрепляете от солнца, ну, или от дождя такой козыречек. Естественно, здесь есть какие-то отделения сзади для полезных вещей, там, да, для того, что вы все-таки возьмете с собой, ну, скорее всего, здесь что-то будет для ребенка, да, в том числе здесь есть отделение непромокаемое, то есть вы сюда можете положить что-то такое, что может испачкать вещи изнутри, а вот это отделение можно спокойно помыть водой, оно легко моется. Здесь же сбоку есть карман для гидратора, да, с выходом шланга, чтобы можно пить и самому, и, например, давать ребенку. Ну, в общем, очень технологичная вещь для переноски ребенка. Это такое, скажем, введение, это вам немножко информации для размышления, что вы можете получить еще от нас, от сквата, да, от VR Freeride, точнее, это уже VR Outdoor. Ну, в общем, вот такие вот вещи новые, что мы можем вам предложить, что мы собираемся вам предложить. Следите за какими-то нашими изменениями, подписывайтесь на наши каналы и всем хорошего отдыха. До свидания.